Привет, друзья подпольной правды! Кругом весна, почки набухают, печень говорит последнее, прости, а разработчики видеоигр косяками валят в мир иной. Косяки эти, к вящему неудовольствию сторонников Легалайза, всегда были набиты совершенно беспонтовым сеном, так что горевать мы о них не будем. Сегодня я, один и без ансамбля, спляшу на могиле недавно загнувшихся разработчиков. Танец, разумеется, будет ритуальным, так что особенно дергаться я не собираюсь. Слишком много чести. Ну, разве что чуточку. Начну с компании «Паралакс», которая прыгнула из колыбели трех революций города Петербурга в могилу безвестности, но, к сожалению, не допрыгнула. «Паралакс» приложил, хотел сказать, руку, но речь идет в лучшем случае об ампутированном аппендиксе. В общем, «Паралакс» что-то взял и приложил к «Экшн-Ликвидатор 2». Сами разработчики так незамысловато описывают свое детище. «Сверх пробел», «Динамичный», наверное, от слова «Динамо», «Экшн», именно так, с большой буквы, точка. «Всех времен и народов», точка. «Мечта любого геймера, который знает и понимает толк в битве за выживание». Вот так, скромненько и со вкусом. Хотя феномены такого рода давным-давно с присущим ему талантом описало солнце русской поэзии по фамилии Александр Сергеевич Пушкин. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а не ведму зверушку. Вообще, после такого описания, оно говорит само за себя, скорбеть можно лишь о том, что студия «Паралакс» как-то извернулась и все-таки выжила. Хотя уже была при смерти. Зомби, отрежьте ему голову! Другая студия, которая, слава богу, загнулась бесповоротно, называется «Праймал Софтвер». Печальную известность разработчики стяжали... Ладно, назовем что-то для краткости игрой. Стяжали игрой «Глаз дракона». Я опять-таки воспользуюсь описанием, которое предложили сами создатели. Трехмерная фэнтезийная экшн-РПГ, в которой игроку в качестве средства спасения мира предлагается личина одного из трех драконов. Вот так, ни много ни мало. Хотя их трехмерная фэнтезийная экшн-РПГ, пролетающая коромысла, была похожа на настоящую фэнтезийную экшн-РПГ, примерно так же, как инфузория туфелька на босоножке фабрики «Большевичка». Чей туфля? Моё. К сожалению, студия «Праймал» на этом не остановилась и выпустила в свет стратегию в реальном времени «Осада». Стратегия строилась на движке «Глаз дракона». При этом качество движка было таково, что я переименовал его в «Шоколадный глаз дракона». Это куда точнее передает существо дела. Боишься, что я испорчу воздух? После этого вышла игрализация кинофильма «Волкодав», играть в которую было примерно так же увлекательно, как смотреть фильм. А смотреть фильм было так же интересно, как считать газету в общественном туалете, которой подтерлись, а смыть забыли. Потом «Праймал» принялась за экшен «Хэви Дьюти», пресс-релиз которого достоин отдельной подпольной правды, но скопытилась. И все бы ничего, но знамя подхватила студия «Квант Геймс», так что игру, похоже, все-таки издадут. Ну и напоследок хочу упомянуть о разработчиках с красивой вывеской «Перфект Плей». Под этой вывеской их и хоронили благодарные потомки. Благодарные за то, что девелоперы взялись лишь за один проект – «Метатрон». Мало того, что взялись, они еще и пресс-релиз написали. Не удержусь, процитирую. Человечество в процессе исследования мира разбудило древнюю и могущественную цивилизацию Ге-АА, погибшую миллионы лет назад в катастрофической межпланетной войне. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Уж не знаю, как там человечество убудило погибшую цивилизацию. Может, цивилизация просто прикорнула на пару миллионов лет? Но во время войны уцелевшие Ге-АА создали «Метатрон» – своего рода «Ноев Ковчег», где надеялись пережить катастрофу и переродиться в будущем. Переродились они, видать, в разработчиков. «Метатрон» должен был очистить планету. К сведению создателей, «Ноев Ковчег» вовсе не должен был очищать планету. Это за него сделал бог при помощи всемирного потопа. Хотя... Какая разница? Главное, что на этот бред купился наш ненаглядный новый диск, который раз в сто лет «Ведьмака» выпустит, а потом всякие бобцовские клубы штампуют со скоростью бегущего леопарда, которому предварительно натерли корму с кипидаром. Страшно? Не боись! Возрадуйтесь, братья по разуму! Студия благополучно загнулась, Так что, если звезды будут к нам благосклонны, про ГАА больше мы никогда не услышим. Не слышал! Надо это... аппарат! Кушликуйте, аппарат ставить! Как видите, в мире есть высшая справедливость, и многочисленный и... Ими им легион, я упомянул лишь малую часть, дохнут, не успевая оставить потомство. Если хотите поделиться радостью по этому поводу, пишите на «Правда», как всегда, собакагеймзефестиви.ру, а разработчикам видеоигр мы желаем надолго в этом мире не задерживаться, и при расставании скажем лишь... Не отстрочишь, минет на счастье.